доброе утро всем сегодня долгожданный третий обзор на нож руики p801sf и моя обещанная долгожданная кастомизация наконец-то свершилась смотрите как это выглядит теперь идея была главное в том чтобы создать упор для большого пальца ближе к осевому узлу а также сделать отверстие или что-то выступающее чтобы иметь возможность удобнее вытаскивать нож висящий на кармане на клипсе сейчас я покажу как это будет выглядеть например берем такие джинсы ставим нож на клипсу вот он настолько выглядывает и когда рука идет в карман двумя пальцами указательный попадает в выемку на клипсе а большой палец попадает в эту выемку и нож вытаскивается несмотря на вроде простоту исполнения сверление этих дырок мне испортило много крови потому что материал 3 chrome 13 на рукояти нержавейка оказался довольно твердым металлом и обычные сверла по металлу не справлялись с этим заданием продолжая полировать и нагревать металл и таким образом закаливая его эти отверстия были сделаны победитовыми сверлами каждое отверстие имеет одинаковый диаметр тут десятка была а зенковка для первых трех отверстий была сделана двенадцатым не совсем может перфектно эта зенковка выглядит но тем не менее задача выполнена зенковка отверстия под большой палец для вытаскивания крайне было специально не сделано чтобы остались ровные вертикальные края дырки для удоб для удобства зацепа эти две дырки можно было не делать на самом деле просто я подумал что слишком много будет пустого места между крайними дырками на рукояти и пришлось накернить эти тоже и просверлить конечно все было сделано на глаз и оно выглядит конечно немножко не симметрично но в целом выглядит может даже как какой-то авторский дизайн как говорят в полиграфии растяжка то есть расстояние между каждой дыркой становится все больше здесь она конечно немножко по оси симметрии смещена можно было ближе к этому краю сделать но это уже не принципиально вот потом эти отверстия я обрабатывал алмазным надфилем и здесь мы видим что он у меня пару раз соскальзывал создавая вот царапины вот царапина на 7 часов смотрит а также ну вот это вот болта она была на самом деле изначально как искал скорее всего все таки трещина и вот это вот царапина еще вот это я тоже сделал сам они оказались довольно глубокими меня не получилось их убрать я не хотел вернее слишком много снимать металла тем более что здесь вот видно под этой дыркой металла я снял слишком много и он поменял цвет вот после этого это все обрабатывалось наждачной шкуркой полировалась на войлочных шлифовальных кругах и приобрело некоторый глянцевый оттенок с тоненькой паутиной царапин от наждачной бумаги а мне хотелось вернуть первоначальный stone wash очень мелкий и красивый и пользуясь рекомендацией одного из нажиманов на трубе я купил на рынке супермаркете для для садовых огородного керамзит мешок керамзита гранулы и отобрал их наиболее мелкие немножко брызнув туда спрея wd-40 и играл потом в маракас недолго где-то наверное около минут 20 может полчаса после этого появился такой довольно мелкий stone wash он конечно в целом более крупный чем на левый пардон правой плашки то есть изначальный заводской stone wash но тем не менее иного выхода у меня не было и я все равно до очень довольны результатом и теперь этот нож меня устраивает полностью несмотря на эти небольшие две царапины вот так она видна вот это на 7 часов и вторая на три часа которая идет почти горизонтально уходя примерно под шляпку винта я этим ножом очень доволен вы знаете я потом взвешивал и несмотря на то что металла выпили на вроде бы довольно много он стал легче всего-навсего на 5 грамм ну по крайней мере такой вес отчетный вес показал показали весы в супермаркете для взвешивания овощей может быть на домашних более точных весах электронных бы показал более большую разницу в изменении массы возможно я считаю что результат очень красив нож стал выглядеть совершенно по-другому с этой стороны как я уже рассказывал я поменял винты потому что изначальные шляпки были довольно высокие эти мне показались пониже более глубокой посадки вот об этом я уже рассказывал о проблемах с плавником флиппер обзор закончен я очень доволен результатом всем спасибо за внимание пока